Итоги уходящего вторника На что делают акцент Не разъехались, в Могилевском районе столкнулся фиат и мусоровоз Сколько пострадавших Здоровая нация, крепкое государство В Горисполкоме прошла пресс-конференция по вопросам развития спорта Задача поставлена – выйти в высшую лигу Какие задачи на 2021-й? А также День безопасности, отмена роуминга и зрелищные гонки В Бобруйске пройдут соревнования по картингу, когда? От мяса до сахара в Беларуси ограничили рост цен на социально значимые товары и лекарства Теперь определенные продукты смогут дорожать не более чем на 0,2% в месяц Следят за этим депутаты Как это работает на деле? Давайте посмотрим Рабочий день депутата Палаты представителей Веры Широкой Начинается с мониторинга цен Первый в списке визита – универмаг На контроле стоимость социально значимых товаров в первой необходимости Важно не допустить их в необоснованный рост Это отметил и в своей речи на Всебелорусском собрании президент При поступлении продовольственной группы товаров сразу ведется первоначальный контроль по поводу повышения отпускных цен Предельные торговые надбавки не превышают допустимый уровень на социально значимые группы товаров В перечне 62 позиции 57 из них – продукты питания 5 – средства гигиены и хостовары Например, мыло и подгузники В общем, все то, что ежедневно попадает в корзину белоруса Молочка, крупы, яйца, мясо, курица, рыба, колбасные изделия, хлеб, сахар, мука, яблоки, овощи Подорожать эти товары могут не более чем на 0,2% в месяц В течение каждого месяца, вот мы работаем неделю в округе, мы имеем возможность отследить, есть ли рост цен На сегодняшний момент, я думаю, ни для кого не секрет, что мы видим, что есть вопросы по растительному маслу Мы видим, что есть вопросы по ряд привозных товаров, например, сыры Рост цен обоснован тем, что не производятся эти товары в Республике Беларусь Ну и, наверное, вот эти надбавки, которые, отпускные цены, стали причиной в том числе и роста отпускной цены На сегодняшний момент итогом вот этой работы, проводимой, которая началась в прошлом году Стало принятие постановления Совета Министров номер 100 от 23 февраля О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости Руку на пульсе, впрочем, держит и руководство универмага Потерять покупателя, значит, недополучить прибыль Например, каждый четверг здесь акционный день Действует скидка до 5% на продовольственные товары Как ни крути, но вопрос о том, как меняются цены – тема народная Все есть, слава богу, и получишь, что как он уволнил А цены как вам? Нормально, как у других магазинов, здесь ничего, хорошо Следующая точка – магазин шаговой доступности на Минской Здесь, на удивление, целый список продуктов, розничная цена на которые меньше, чем допустимая надбавка Среди них сахар, сливочное масло, гречка и рис Но, как показывает практика, бюджетные цены могут быть не на каждом прилавке мини-маркета Были ряд вопросов по растительному маслу, по сырам Но, когда я обратилась к субъекту хозяйствования, выяснилось, что мне показали отпускные цены поставщиков И действительно, получается, предельная надбавка нарушена не была На сегодняшний момент, если такие выявляются моменты Сама же исполнительная власть осуществляет это И Министерство антибонопольного регулирования принимает решения по каждому субъекту Если действительно такое есть, приходится цены, скажем, возвращать на это место Мониторинг цен продолжится и дальше Это поможет избежать ценовых перекосов, как со стороны торговли, так и производителей К слову, изначально предельную надбавку установили на три месяца Затем продлили до конца года Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Не пропустил, в Могилевском районе столкнулись фиат и мусоровоз ДТП произошло на автодороге граница РФ, Витебск, Гомель, граница Украины Водитель итальянца не остановился перед знаком стоп и выехал навстречку Где столкнулся с большегрузом, который двигался по главной дороге В результате аварии пострадали семь человек в легковушке, в том числе двое детей К счастью, их здоровью ничего не угрожает Климатическая весна, новое правило и билет со скидкой Пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены, с какого числа? Грункие заголовки дня далее в специальном обзоре Пенсионеры с 1 мая смогут ездить на электричках за полцены Льготный период традиционно продлится до конца октября Для того, чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения Также документ необходимо иметь при себе во время поездки В пятницу в стране пройдет Единый день безопасности Профилактическая акция направлена на предупреждение ДТП с тяжелыми последствиями Автомобилистам напомнят о важности пристегнутых ремней, а также о правилах перевозки маленьких пассажиров За отсутствие детского удерживающего устройства штраф до 4 базовых величин, повторно до 8 Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить в апреле 2 числа, в День единения двух народов Работа в этом направлении ведется с 2017 В конце прошлого года началось тестовое снижение тарифов Уменьшилась стоимость звонков, смс и интернет-трафика в роуминге В ближайшее время процедуру завершат полностью Украина изменила правила въезда Сделать ПЦР-тест необходимо будет всем Независимо от эпидемиологической ситуации в стране, откуда пребывают Исследование должно быть произведено не ранее, чем за 72 часа до въезда Постановление вступило в силу с 22 марта Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта Об этом сообщили в Белгидромете По словам специалистов, началом климатической весны считается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха Через отметку в 0 градусов в сторону повышения Обычно это происходит после 25 марта Синоптики отмечают В этом году весна идет по графику В центре внимания спорт сегодня прошла встреча представителей СМИ и начальника профильного отдела Бавруйского госполкома О главных акцентах разговора Максим Кембель Успехи на различных аренах это здоровый имидж целой страны Бавруйск же на спортивной карте Беларуси игрок опытный Отсюда и такое пристальное внимание к этой сфере О победах и планах на будущее говорили в горисполкоме Ответ перед журналистами держал Алексей Воронков Профильный отдел функционер возглавил в прошлом году Но назвать его новичком язык не поворачивается За плечами годы работы Первый вопрос о самом популярном виде спорта В футболе Сколько бы ни было среди болельщиков скептиков Тема волнует многих Как мы знаем по итогам 2021 года Бойн Куб Белошина потерял право играть в высшей лиге В элите белорусского футбола Но важно и о чем связан такой неуспех И какие задачи у нас стоят на сезон нынешний Спасибо Если рассматривать выступление клуба В чемпионате в целом То в игровом плане команда выглядела в принципе уверенно Да, были грубые ошибки некоторых футболистов Немного слабая у нас оказалась вратарская позиция Как вы знаете повлияла еще и смена тренерского состава Ну, вместе с тем Показали результат такой, как показали Будем двигаться дальше уже в первой лиге Задача поставлена на первую лигу Конечно же, выйти в высшую лигу Не смогли не спросить и о планах хоккейных В нынешнем сезоне бобруйская команда сменила экстра лигу на высшую В реестре были исключительно местные воспитанники И по итогам регулярки стало очевидно Путь был выбран правильный Бобры вышли в плей-офф Нападающий Александр Чабан стал одним из лучших снайперов Отсюда логичный вопрос, что дальше? В следующем сезоне однозначно команда высшей лиги у нас остается Если говорить про экстра лигу Ну, тут, наверное, нельзя опережать события Потому что, во-первых, эти вопросы еще будут обсуждаться в июне-юле месяце По большому счету Ну и по неподтвержденной информации Ходят вообще разговоры о том Что количество команд экстра лиги в текущем сезоне будет сокращено Ну, в первую очередь, я думаю, что это коснется команд, не имеющих фарм-клубов Да и ни для кого не секрет, что часть команд экстра лиги в настоящее время испытывает серьезные финансовые трудности тоже То, что касается нашего клуба хоккейного Мы продолжаем развиваться У клуба есть практически все, что нужно Не обошли стороной гандбол В нашем городе существует профессиональная женская команда Домашние матчи девушки проводят то в Белыночах, то в Глузке К сожалению, зала, который бы отвечал всем требованиям в городе сейчас нет К слову, Березине это никак не мешает Сейчас бобручанки борются за четвертое место в чемпионате Для спортсменов, как воздух, необходима хорошая инфраструктура В городе она есть Ледовая арена, залы, стадионы Но и здесь не все так просто Вспоминая всю ту же гандбольную Березину, которая ютится на гостевых площадках Возник вопрос о дворце игровых видов спорта С 2011-го тему обсуждают СМИ Но до конкретики пока так и не дошло Более вероятно строительство крытых теннисных кортов на территории Бобруиска арены Есть определенная договоренность у нас с Федерацией тенниса Они готовы нам безвозмездно предоставить воздухоупорное сооружение Как бы это будет крытый теннисный такой манежик на 4 корта Ну готовы предоставить манеж, необходимое климатическое оборудование, освещение и уложить покрытие кортов Ну сейчас вопрос прорабатываем Возможно он скоро решится 2020-й пусть и прошел под знаком пандемии, но международные турниры проводились Бобруиски и спортсмены свое взяли Так Андрей Казасенок выиграл чемпионат мира по самбо Там же Владислав Бурть взял бронзу На Европе лучшей стала Ванесса Каладинская Ирина Курочкина стала третья Это успехи в борьбе На год нынешний он к слову олимпийские планы амбициозные Переказом министра утвержден список перспективных спортсменов, кандидатов на участие в Олимпийских играх В данный список включено порядка 16 спортсменов города Бобруйска по 8 видам спорта В настоящий момент выполнено 5 олимпийских квалификационных требований и нормативов, так называемых лицензий Это Курочкина Ирина, Ванесса Каладинская, Макарченко Надежда Савина Нина и Литвинов Владислав Шла речь и о делах городских В частности продолжат развивать сеть веломаршрутов Алексей Воронков также напомнил И о доступности различных спортивных секций В большинстве своем они бесплатные Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Минздрав Беларусь обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки в стране зафиксированы 1046 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились свыше 312 тысяч человек Страна без локдауна Австрийская газета «Вохенблик» дала положительную оценку белорусскому опыту борьбы с COVID-19 Здесь люди живут свободно Милиция не придирается на улицах к тем, кто не соблюдает дистанцию Или во время карантина выходит подышать свежим воздухом Никто никому не запрещает навещать родителей Экономику не закрыли, предприятия работают Рост безработицы не наблюдается Открыто все – магазины, парикмахерские, рестораны, кафе, бассейны, спортзалы и стадионы – пишет издание Тем временем Минздрав Беларусь ожидает третью волну коронавируса уже этой весной Прокатиться с ветерком в Бобруйске пройдут областные соревнования по картингу Старт намечен на среду, начало в 11.00 На площадке у Ледовой арены выступят порядка 30 спортсменов Из Бобруйска, Могилева и Осиповичей Организатор Центра дополнительного образования детей и молодежи обещает зрелищную картину Зрителям может сдать любой желающий Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА